Так, что у нас тут? Бах. Я Мила Левчук и сегодня мы с вами поговорим о том, что делать, если вы давно сожительствуете, он не женится и стоит на этом, понимаете, как столб. Нет и всё. Какая свадьба? Зачем я не понимаю? Жениться не хочу. Что правильно делает? Что делать? Привет, Ксения, ещё раз. Привет, Беллу. Потому что у многих женщин... Всё, 9-минутное видео осталось, всё, конец. Дилемма такая, типа я его люблю и мне с ним хорошо или мне свадьбу? И сразу возникает такая мысль, что может я какая-то чокнутая, да, повёрнутая на этих караваях, рушниках и платьях, а самое важное это отношение с человеком. И вот если у нас любовь, то я откажусь от мысли о свадьбе. Да, правильно. Вот отличные мысли человеческие. Ну давай блядскую повесточку, блядская повесточка. Блядь, хочешь вход? Многие женщины так десятилетиями живут в сожительстве, убеждая себя именно в этом. Правильно ли это? Правильно, хорошая женщина, респект. Или нет? И кто здесь вообще как бы... Вместо блядожон, ебучих, мразей, сук, блядских, блядских, бледин, уёбских, сволочей, скотин, блядь, недолюдей, вот они идут по нормальной посылке. Пёртый баран. Разберёмся. Не для начала я вам прочитаю историю, которая меня, собственно, натолкнула на эту тему. История, я сразу говорю, из интернета. Если у вас есть какие-то вопросики, пишите мне в директ в инстаграме. Живём шесть... Нет, просто я замечу, если мужчина хочет брак, он, ну, болен, как минимум. Психологически болен. Нормальный мужчина не предложит вам брак никогда. Вообще никогда. Половина лет. Детей нет. Отношения прекрасные. Планировали пожениться. А недавно сказал, что он обещал жениться на мне, чтобы я, внимание, успокоилась. Ну, блядь, вот это единственная посылка. Ну, вот человек, он с тобой хорошо. И это реально единственная причина, почему мужчина может на тебя жениться. Вот он с тобой хочет всю жизнь провести, но, блядь, ну ладно, успокойся. Лучше без, конечно, свадьбы. Ну, блядь, если он не видит тебя, себя ни с кем, кроме тебя, он такой, ну ладно, чтобы ты успокоилась, да. Вообще, это все равно ненормально. Если женщина хочет свадьбы настолько, что она не может успокоиться, она по-хорошему должна идти нахуй. Вот. Наврал. Типа отвали. Сказал, что жениться теперь не собирается. А, все, прозрел правильно. Предлагает брак бредом, предлагает оставить все как есть. Самое ужасное, он не говорит о том, что тема свадьбы ему по горло надоела, что не понимает мужчин, которые женятся, что нам и... Сказал пишет, если мужчина не хочет брака, то надо слать мужчину нахуй. Знаете, в чем дело? Женщина без брака заебись, а мужчине с браком хуево. Какая суть? Какая суть? Ну вот. Суть проста, да. То есть, в принципе, нормальные охуенные совместные отношения можно проводить вместе с женщиной и жить вместе, и нихуя, и все хорошо. Все, заебись. Почему плюс три? Там три минуты... А-а-а. А, ну да, вроде бы, да-да, три минуты, правильно. В смысле, женщине не заебись. А в браке что, пиздато будет, по-вашему? В браке хорошо? Вот в браке, вот в браке сразу охуенно. Заебись. Хорошо. Круто стало. Вот в отношениях хуево, а в браке станет сразу пиздато. И так хорошо, главное, что мы любим друг друга Все это бред, я знаю Долго все обдумывала, вчера сказала, что ухожу Он говорит, что не может Не, серьезно, вот это вот блядское экономическое женское мышление Это просто пиздец Самое главное, что они еще от себя пытаются скрывать Что нет, это не юридическое, не экономическое Мне просто нужны гарантии Мне просто нужны гарантии, блядь Гарантии ей нужны, пиздец просто Я тебе гарантирую, все будет хорошо Вот так вот Даю свое большое человеческое мужское слово Все будет заебись Ходит с бледным лицом, говорит, что не может жить без меня ребенка Говорит, усыновлю, то есть, которого она ему родит Он потом усыновит своего собственного ребенка Понимаете, у человека шиза, да? В смысле у человека шиза? Ты у тебя шиза, подруга Что за идиотизм, поддерживаю Мне плохо, ужасно себя чувствую Но уходить надо, мне уже 25 Ну, бля, Кускова крутая, но у нее просто вот эта хуйня со свадьбой Она просто один раз, короче, женилась и вроде не убила своего мужа И даже его не расчленила на ипотеке там всякие То есть, она нормально, короче, нормально, короче Она хорошая, она думает, что все хорошие И мужикам не надо опасаться, что их нахуй расчленят, уничтожат, блядь И после 10-летнего брака просто выебут их трупы в рот, блядь Вот она думает, что это так Она думает, что все женщины такие же, как она В общем, хорошие, добрые, светлые, замечательные люди И никогда не меняются, понимаете? Родственники заклевали уже Да и детей хочется Хочется законную, нормальную семью Если бы знала, что этим все... Нет, давайте лучше незаконная, нормальная Законную, хочется законную, нормальную семью Охуеть Закончиться не стала бы жить с ним Но ни о чем не жалею, нам было хорошо вместе И вот тут Она как Джон Дой просто Понятно, да? То есть мужчина жениться не хочет Любовь между ними Мужчина по дефолту не должен хотеть жениться В любом случае, человек вот прочитал правила Вот, смотри, смотри, братан Приходит женщина, если бы она ему давала правила Вот такая, бац, смотри, смотри Вот смотри, через что вот у тебя деньги есть, да? Ну, мы их потом поделим, да? Если я вдруг от тебя уйду там, найду, хахали себе другого Еще что-нибудь там придумаю, может быть, да? Вот так, вот это первый пункт Второй пункт Если у меня челепиздрики появятся Может даже не факт, что от тебя Ну, ты не факт, что узнаешь вообще от тебя Не от тебя, похуй не от тебя, да? Вообще Вот ты будешь платить элементы Смотри, если один челепиздрик Четверть Если два или три челепиздрика Уже половину будешь платить От своей зарплаты Вот А если нет, сядешь в тюрьму Смотри, прикольно? Прикольно Прикольное правило, да? Хорошее правило А тут смотри Еще что-то И вот так далее Вот выдала бы все эти правила Вот при договоре И ты такой на это смотришь И ни один нормальный мужик При всех этих условиях Бы не согласился Шкринж, блядь Шкринж, нахуй Ну, серьезно Кому это нужно? Есть, они друг о друге заботятся Все прекрасно у них Ну, вот она уперлась Если не свадьба Я ухожу А он уперся Хоть уходи Буду дочерять Ребенка усыновлять И так далее Но не женюсь Вот два барана Встретились на мосту Кто прав? Так вот Я на стороне женщины Кто, блядь, мог подумать? Странно Ну, в войне, видимо Ты на стороне Гитлера была Ха-ха-ха, да Почему? Потому что в обществе Принято стигматизировать Не, сожительство без брака Это норма Потому что вы делитесь Общими благами Мужчина делится с женщиной благами Женщина с мужчиной делится благами Если мужчина богаче Скорее всего Он тратит больше ресурсов на нее Во время сожительства То есть он за нее платит Он ей что-то дарит Он там и обеспечивает квартиру Если они одинаково богаты Тогда вообще одинаково делятся А когда женщина богаче мужчины И содержит его Ну, это очень редкие случаи, на мой взгляд Несопоставимо редчайшие случаи Вот так вот Эморизировать и обесценивать женские эмоциональные потребности То есть у тебя... Эмоциональные, блядь, потребности Эмоциональные потребности загнать мужчину в кабалу Финансовую, экономическую и вообще во всякую Юридическую Охуенные потребности эмоциональные Заебись просто Супер, блядь, потребности Ну, можем в храм сходить И там, в общем-то, повенчаться Я не против Против храмов ничего не имею Вот эмоциональные потребности Заключить брак перед Господом Богом Нашим Иисусом Христом Абсолютно одобряю Это хорошие браки Все остальные браки Ху-е-та Вот хороший брак, да Там перед Богом Там перед Аллахом Там перед кем-то там еще Заебись Очень круто Вот только что я про это и начал рассказывать Вы потом докинули Правильно Вот Вот за это Да Перед Богом Господом Любым нашим каким-нибудь этим Да Хорошо Лайк Перед государством Дизлайк Соответственно Все Она сидит голодная Умирает от голода Что-то происходит Потребность чувствовать себя Ценнее недвижки И прочих уйты Не, ну женщина по дефолту Не ценнее недвижки Ха-ха-ха Не, любой здравомыслящий человек Понимает, что отношения Скорее всего Рано или поздно закончатся С любым человеком Ну вот Это возможно С другом там Или с другим кем-нибудь С женщиной там Может даже с матерью Закончатся отношения А если ты будешь Финансово полностью Повязан перед этим человеком Это пиздец Какая помеха Для твоей жизни Вообще В принципе Ну в общем Такое себе Честно говоря Заводить дополнительные Социальные проблемы Которые могут тебя В перспективе Некоторые там В 10-20 лет Уничтожить В пизду просто Ну это такой себе Вариант Честно говоря Я вот например Себе просто Не представляю Насколько Хуёво Было бы Да я представляю Было бы просто Пиздец Как хуёво Если бы я Со своих 100 тысяч Если бы я Со своих 100 тысяч Которые Еще половину Был бы отдавал Пиздец Блядь Да я все Я короче Из нормально Живущего человека Трансформируюсь В ебаного Нищееба У которого Не хватает Денег Ни на ипотеку Ни на что Вообще Не хватает Все Конец Никаких ремонтов Никакой квартиры Блядь Еле-еле Ипотеку Выплачиваешь Еле-еле Короче Платишь За Соответственно За что За вот это Все оснащение 10 тысяч Короче Где-то В месяц Да получается За отопление И за все Ну охуеть Теперь Че блядь И 10 тысяч Себе на На кайфушке Там удовольствие И на еду Охуенная Жизнь начинается Охуенная Супер Это к вопросу Что я больше Среднего получаю По России Вообще Как бы Раза в два Наверное Блядь То есть Это к вопросу Что я еще Ну относительно Так Не ужасно Устроился Если что Типа Типа еще норм Типа повезло Нормально Живешь Живем нормально Хорошо Жить можно Большинство людей В России Живут в такой Хуйне Что обрезание На половину Зарплаты Или на четверть Так ты половину Отдаешь за детей На что ты Тратишь бабло Шат Я откладываю На ипотеку Элизабет Я хочу Выплатить ипотеку И тогда потом Начнется уже Кайф И тогда потом Будет хорошо Где-то на детей На которых ты сам Наплодил Смысль и сам Ладно Если она сидит И рыдает От того Что ее замуж Не берут Когда все Другие подружки Замужем Она должна Сделать что-то С собой понимаете Не удовлетворить Свою потребность А забыть Потребность Блядь Выйти замуж Да пошли нахуй Просто Про нее Этих шлюх Нахуй посылать надо Над собой Чтобы не иметь Эту потребность А почему Почему Я должна Отказываться От чего-то Законного Естественного Мною очень Жила Смысы естественного Брак естественный Да и ты дура Ты дура Иди нахуй Она ваш Чтобы что А тут мы смотрим На второго барана И выясняется Что для него Это сохранение Вот это Вот статуса Кво То есть Он предлагает Что-то не сделать Его нежелание Что-то сделать Оказалось Сильнее Вашего желания Это сделать Ну и заебись Не хочет И отебись Как бы Сделать для этого Надо усилия Проявить Средства потратить Уже сама свадьба Может сколько-то Выйдет Трату времени Тоже Нужно учитывать Обязательно Ну понятно Что не сделать Лучше чем сделать Если это не что-то Хорошее А брак Это хуйня Для мужчины То есть Смотрите в чем Вообще фишка Брак Это такая хуйня Когда мужчина Делает для себя Что-то очень плохое Платит за это Кучу денег Потом Разочаровывается И Ну Через 2 3 4 5 6 7 8 9 10 лет Разводится С своей женой Потратив На это Уже по дефолту Кучу бабла Да То есть По-хорошему Как получается Ну жена Нихуя от него Не отсуживает Идет своим родителям Живет дальше Ищет другого хахали Ебется другим хахалем И там у нее Уже все по-своему Получается Это хороший вариант Событий И то он достаточно Плохой И финансово затратный Есть другие варианты Событий Когда ваша жена Вас полностью уничтожает Например Вот это Вот это плохо Если брак Ничего не значит Как они говорят Если он ничего не меняет Это бред и ерунда То почему не поставить Штамп Что он меняет На самом деле Потому что это хуйня полная Понимаете Что со штампом Что без штампа Он ничего не меняет Почему он должен Что-то менять Для нее То есть она должна Отказаться от своего желания А он не может Отказаться от своего нежелания И создает Кучу юридических проблем С тем же усыновлением Понимаете Поэтому Здесь вопрос Вам говорят Главная любовь А любовь ли здесь То есть человек Из-за своего упрямства Отказывается От любимого человека И не хочет В смысле отказывается Все живи Все хорошо Давай жить вместе До конца дней Все охуенно Все классно Давай Давай вместе тусить Давай короче Рай Кайф И вообще Все хорошо Пойти ей навстречу То что ему Как бы якобы Ничего не стоит Соответственно И сделать ей Эту свадьбу И готов ее потерять Любовь Вот то есть Да лучше потерять Любовь Блять в кавычках Чем вся вот эта вот Хуйня Которая может Потом ждать Слушайте Лучше Предостеречь себя Предостеречь себя От возможных проблем В будущем Чем потом Разгребать Ту хуйню Которая может При худшем Или даже довольно Не худшем раскладе Получиться Очевидно С нее То есть смотрите У вас мимолетные чувства Какие-то эмоции Там на месяц Два Три Четыре И вы вдруг Блять Свадьба Хуятьба Давай Ну или на год Допустим У вас какие-то Суперчувства К человеку Неебические У вас просто Ух Распирает Как все круто Потом все может Измениться И потом вы будете Хуй сосать Причем В возрасте Когда у вас Скорее всего Будет поменьше сил Поменьше ресурсов И поменьше возможностей Ну вы постареете Скорее всего Выбираться из ямы У вас уже силушек Физических Будет Тоже поменьше Придется еще и деньги Откидывать Как будто бы Вы ипотеку взяли Дополнительную А у него любовь По-моему нет По-моему у нее Созависимость Если она Готова отказаться От своих желаний Лишь бы быть с ним Страдать Но быть с ним Понимаете Вот это созависимость Пиздец страдания Это невнимательность Короче Бляда жены Вот этих вот Которые жениться хотят Нахуй просто Посылаем И вообще Никаких В общем то С ними отношений Иметь не стоит Вообще Непригодные К отношениям Женщины Которые разрушат Их из-за своих Ебаных Блядских Проститутских Хотелок Абсолютно Недопустимое Поведение Абсолютно Нельзя так себя Вести по отношению К мужчине Это абсолютно Бесчеловечно Брак Абсолютно Бесчеловечный Институт Уничтожающий Человечество Уничтожающий Мужчин Лично Каждого По возможности Короче Нет Скажем браку Нет Давайте жить В прекрасных Совместных Любовных Отношениях Делать друг Другу Максимально Хорошо Наслаждаться Вниманием Друг друга Любовью А если вы Друг друга Заебете Ну вы сможете Очень легко Разойтись Если у вас Будет брак Разойтись Будет Ну несколько Сложнее Ну Элизабет Браки Это ужасно Не надо Не хотите Замуж Это вредно Вредно Для мужчин Однополые Браки Намного Пизже Согласен К себе Ну да За меня Не надо За меня Вообще Нельзя Хочется Платье Здесь стрелочка Пока не поворачивается Пока законы Не поворачиваются Понимаете Александра Не в принципе Мы можем Сделать и так Чтобы женщины Ебать во все щели После брака Да просто Что бы ну вообще Там я не знаю Просто хуярить Блять без остановки Отбирать вообще Все имущество Включая родительское Там ебать детей Этих труп Блять их жрать Например И вот это вот Можем сделать такие законы Где это обязательно Да но Как бы Ну Как бы Нет Пока нет Пока стрелочка Не повернется Пока и распруденция Не повернется Пока тогда и стрелочка Не повернется Все вот так вот Ну да Вам хочется Называться Женой А не сожительницей Не хочется Стесняться Рассказывая Об этом на работе Где девчонки Будут смеяться И то что они На два места То что женщины Вешают детей И ну Как бы Иногда мужчины Очень хотят Этих детей Себе получить А им не дают Смеются И то что вам Это неприятно Или вы думаете Что они Вообще Женщина может всегда Отдать детей В детский дом По-моему Нет Разве нет Разве это нелегко Смеются и вам Приятно То это тоже Имеет значение Это оказывает Психологическое Воздействие На вас Вам плохо Абсолютно Осязаемо Воображаемая Это боль Или нет Должны вы Это хотеть Или нет Вы хотите И имеете На это право И что Элизабет пишет Жесток Но понимаю Идеологию Тут Дуальность Поверяется На оскорбление Если что Которое я воспроизвел Не обращайте Внимание Я на самом деле Просто пытаюсь Показать Что брак Для мужчины Это Вредно В принципе Адекватный Здоровый Мужчина Не хочет Брак И у него Есть четкие Основания Почему Он их Его не хочет Потому что Это опасность Для мужчины Прежде всего Это опасность Лишиться Очень большого Количества Ресурсов На которые Он работает В принципе Женщина Может этого Не понимать И требовать От него Очень большого Риска Для мужчины Брак Это риск Причем Это очень большой Риск Потому что Это все Базируется На любви Которой На самом деле Нет Это очень Дешевая Очень поверхностная Глупая Эмоция Которая Может Испариться А когда Эмоция Испаряется Там дальше Может быть Вообще Все что угодно Вот вы Живете с человеком Которого Вы скорее всего Уже через некоторое время Наверное Взаимно Вы друг друга Уже не очень любите Ненавидите Это вообще История Многих браков И вы вместе Друг с другом Ну вообще Не очень Как-то Контактируете Вы Чужие Друг другу Люди Так скажем Которые Вместе Живут В браке И вы Им Связаны У вас Возможно Дети Но вы Друг друга Блять Активно Хейтите То есть Вы даже Не союзники И даже Не друзья Да По большей части А мужчина Он уже Подставился Он как бы Взял И подставил Свою мощную Спину Под удар Юридической Машины Которая Его просто Расхуярит В мясо И Мне кажется Ни один мужчина Этого не хочет Ну вот Вот Не хочется Оказаться В такой неприятной Ситуации Что значит Ненавижу А терпение Ну просто Многие браки Заканчиваются Тем что Люди Взаимно Друг друга Ненавидят Это довольно Частая ситуация Поэтому Нередко Они разводятся Спокойных Разводов На мой взгляд Я не знаю Мало Могло бы быть И больше Но мало В среднем Если человек Спокойно Может развестись Он и спокойно Жить дальше Может Но вот Развод Это что-то Вот особое Так это Вопрос Не брака Охуевых отношений Так проблема Заключается в том Что огромное Количество Брачных отношений Они Хуевые отношения По определению То есть Сначала Вроде бы Все начинается Нормально А потом Начинается Хуйня И нередко Хуйня Начинается Уже в браке Причем С обеих сторон Ни мужчина Ни женщина Ну здесь Не особо Ну они оба Виноваты Одновременно И при этом Мужчина Полностью Подставляет Свою спину И полностью Ложится Под каток Вопрос в том Нажмет ли женщина На педаль В данном случае Этого катка И раздавит ли его С учетом Что это мужчина Ее ебучий враг Блять Которого она ненавидит Скорее всего Раздавит И просто Каждый раз Когда я сталкиваюсь С таким Упрямым Блять Шуе Не надо никого Насиловать И в брак Благодарю Вы правы А что насчет эгоизма А что для вас Эго Ничего Мужчины Что-то не делать Я задаюсь вопросом А чем он так Сильно мотивирован Не ну просто По законам Посмотрите И просто Вот представьте Что вы мужчина Элизабет Просто посмотрите Что вас ждет Алименты Все просто посмотрите И вы такой Упс Че-то Че-то нет Че-то я не хочу Оказаться в такой Неприятной ситуации Что он Противостоит Такому сильному Давлению Да И даже Готов потерять Женщину Чтобы отстоять Готов потерять Просто нахуй Твое В чем мотивация И здесь У каждой женщины Естественным образом Возник Мотивация Не получить срок Мотивация Не лишиться Половины имущества Мотивация Еще чуть-чуть Много чего Еще сделать Ответ Не ну при наличии Детей Да Детей Причем Не факт Что мужчина Этих детей Хотел Опять же Вы знаете Мою позицию Что всякие Алименты Имеют смысл Ну на мой взгляд Только в том случае Когда мужчина Изъявлял Желание Вот этих детей Завести То есть Вот они вот взяли Оп Все Заводим детей Если мужчина Не хотел завести Детей Более того Если он Ратовал за аборта Вот он письменно Подаем бумагу Я ратую за аборта И сохраняют Ее у нотариуса В таком случае Ну какой блядь Какие Алименты Если человек Даже ну Ребенка своим Не считает В любую секунду Аборт можно сделать Можно там детей В детдом сдать Там я не знаю Сжечь на крайний случай Чтобы они не заебывали Не уверен в том Что он хочет жениться Он не уверен в том Что эта женщина Та самая И возможно сейчас На данном этапе Правильно что я Правильный вывод Ему страшно все менять Вот у него там Белое лицо Ему комфортно Ему все нравится Он не готов Изменить жизнь В другую сторону Потому что он Ту самую еще не встретил Он будет вас удерживать И давать вам иллюзию Что вы нужны Нужны И поэтому останься А на самом деле В его сознании Вы будете Запасным аэродромом Схуяли Вообще И в браке Измены постоянно Присутствуют Так что Вы может быть И будете Основным аэродромом На некоторое время Да Но как бы Этот статус Основного аэродрома Такой себе Я не МДшник Я как бы Из-за тех Из-за других Я понимаю Здесь аргументацию МДшников И мне Вот как человеку Который Принадлежит К стае мужчин Мне очевидно Что я бы Не хотел брак Да Элизабет Видите Вот смотрите Если вы любите мужчин И можете их Как бы Немножко понять В этом смысле Ну Мужчине Не хочется Привет Я милая Давайте еще раз Эту телку Там еще Эту телку заказали Ее же посмотрим Но потом Поиграем уже Ну не хотят Ну не хотят Мужчины Ну не надо Это лишнее Это больно И выяснить Если мужчина Переступает В брак Он либо Как Белл уже Сказал Он либо Идиот Либо Не проинформирован Либо он Очень вас Любит И готов Пожертвовать Чуть ли не Своей жизнью Ради вас Ну значит Он идиот На самом деле Ну тогда Да Очень эмоциональный Идиот Конечно Ну блин Ну ладно Ну это такое Через 4 года Гораздо приятнее Чем через 12 лет Например Когда он найдет Свою единственную Любовь в лице Студентки 22 лет И бросит вас Двумя детьми Даже не разведется Потому что он На вас не женат Поэтому мои хорошие Вот в ситуациях Когда вам приходится Для того чтобы Выйти замуж На мужчину давить Здесь есть две стороны Во-первых Вы понимаете Что вы Хотели Вам уже Александра Объяснила Что никого брака Не будет 8 жен Это в кавычках Жен Анастасия Чтобы вам Хотели Сделать предложение Чтобы вас хотели В жены Чтобы он Верил в то Что вообще будет 8 жен Заводить Вы ебанули Что Это невозможно В условиях Российского Законодательства Да 8 сожительниц Окей Ну звучит так себе Поэтому 8 жен Что у вас есть будущее Что вы можете прожить Всю жизнь В месяц 8 блять Уборщиц у меня дома Да Можно даже так сформулировать Уборщиц И как Александр Кускова Говорит Уборщиц И шлюх 8 уборщиц И шлюх Александра Белес Минога бесконечности Ладно Я шучу Не обязательно Это произойдет Он не может вам Это обещать И гарантировать Но вы хотите Чтобы он В это верил И вот это предложение Да блин Лол 8 наложниц Бесконечности Это символ Его веры Что мы Возможно Те самые На всю жизнь Но если он не верит Он этого предложения Не делает И у нас здесь вопрос Наверное Он не верит И дальше Не ну если бы в России Было возможно 8 раз жениться Одновременно Это же реально Пиздец был бы Когда просто На 8 частей Делишь все свое имущество И нажитое Охуеть Она говорит Я ухожу Ну и пошла нахуй И мы А с тобой Не вместе Если ты не женишь Ну и до свидания Я найду другую Охуеть Да я шучу Элизабет Это у нас мемы Все Это мемы Мемы И он допустим Женился Под давлением И что произойдет А произойдет То, мои хорошие Что спустя какое-то время Этот мужчина Начнет говорить Ты меня на себе женила Правильно Начнет говорить Заставила Ну а что Ты меня заставила Я Да, так и есть Я не хотела Да А вам-то надо было Ну не свадьбу И кольцо Как таковые Вот эти фотографии В альбоме Вам нужна была Вера И его чувства Которые эту веру Подкрепляют Хуя себе Религия тут началась Ха-ха-ха-ха-ха Вам нужна была Вера Вера И его чувства Ух Вера Да Пиздец Культ ебаный Ну да Круто А он вам Что отказываясь От свадьбы Что говоря Что женился Под принуждением Вам нужна была Его вера Эти чувства Вычитает Их нет И мы Себя чувствуем Не замужними Будучи Замужними Если мы Даже думаем Что мы Его заставили Поэтому я считаю В корне Очень неправильным Подход Когда у вас Есть приоритеты Свадьбы У меня есть Например подруга Которая говорит Нет Все Хватит Точно Нет У нее Было уже Два брака Она уже Все что там Было Повидала Да Потому что Одна не справится Экономические Соображения У нее много Имущества Которого Не собирается Ни с кем Делить Там И так далее Поэтому она Четко Да Я представляю Что если смотреть Встречаться с Тян Которые смотрят Такие видео С каменным ебалом Это просто Такой Пока Пока Простите Я не хочу Рисковать Для себя Сказала Никакого брака Больше не будет Она знает О чем она говорит Но для многих Женщин Это очень важно И поэтому Они должны Понимать Что Человек Очень важно Наебать Мужчину На бабло И Блядь И нахуй И Насрать Посрать Поебаться Там я не знаю Пожрать И наебать Вот что любят Современные женщины Гои Мужские Гои Человек Который С ними Не на одной волне В этом Который Подает им Да Кстати Женщины Еще учитывайте Что у мужчин Реально Скорее всего По большей части Нет тех чувств Которые вы испытываете Это то Александр Кстати правильно говорит И это к вопросу о том Что мужчина В принципе Блядь Не хочет Твоякового брака Ебанова Сигналы Что ты возможно Не та самая Что я не верю В наше будущее Да Вы должны Быть внимательны К себе И когда доходит Дело до выбивания Есть такой Энигматон Согласен Предложение До давления Нытья И каких-то Принуждающих Разговорах На мой взгляд Вот здесь Это начало Когда мужчину Надо заставлять На вас Жениться Спорить Что-то Доказывать Ой Пиздец Ну это хорошо Это хорошо Вот такие девушки Они знаете Они типа На недельку На месяц Ты короче С ними общаешься Ебешь их Хорошо Они такие А давай жениться А ты такая А пошла ты нахуй И все Расходитесь Ищите новую У вас новые эмоции Новые в общем-то Настроения Новое счастье А это уже проебанное Во все щели Там уходит Там плачет Находит другого Ебаря Пятого Шестого Девятого Десятого Двенадцатого И короче Заканчивает Свою жизнь Блять Большой Иглой В руке С наркотиками Там и так далее И так далее И так далее Умирает Блять И все Вот Чего она собственно И заслуживает Я шучу Честно говоря Я пережестил Конечно Да Видимо поэтому Еврействие Передается По женской линии Как-то из него Это вымучивать Или соглашаться С тем Что он ни в коем случае Никак не хочет Вот в этот момент Я понимаю Что Извините То есть вы Либо о свадьбе Не говорите вообще Либо говорите На предмет Когда Вот такое у меня Мнение Какое у меня Ну охуенно Че Девочка на 3 месяца Так скажем Ну вот Не у вас Будет интересно Знать Трехмесячное Максимум Вашу позицию Хотите вы замуж Не хотите вы замуж Хотели ли вы замуж Когда вы Вас позвали Если вы там Сейчас замужем Да как вам там Понравилось Не понравилось Охуенно Нормально там В общем Рассказывайте Ваше отношение К свадьбе Эй Как оно там Замужем Отношения Хорошо Сожительству Рассказывайте Здесь оставлю вам Ссылку на то Как делать Сожительство Вот Изменились Некоторые Нюансы Я записала Новое видео Еще один вариант В связи с ковидом Появился Посмотрите И Рассказывайте Своё отношение К свадьбе К и к мужчинам Которые от неё Отказываются Ставьте лайк Если поддерживаете Бля я не хочу Смотреть Че ей там пишут Моё мнение Буду считать Вас Своими союзницами Блядь Простите Я Мила Левчук Привет Я Мила Левчук Привет Ну ладно Забейте Че там Спасибо Мила Совершенно с вами Не даром Есть устойчивое выражение Сделал предложение Предложил руку и сердце То есть Это Мужская прерогатива Позвать женщину Замуж А женщина Принимает Соглашается Или нет Отвергая предложение Не женское Это дело Тащить мужика В ЗАГС Эх Было дело Ушла От парня В ноябре Прошлого года Были вместе Три года Почти два Из них Сожительствовали Со свадьбой Старалась Не давить Но изначально Обозначила Что готова Сожительствовать Год полтора По истечению Этого срока Стала Периодически Поднимать Эту тему Но тоже Услышала Какой-то Бред Про то Что брак Это туфта И ненужная Хрень Смотрела В инстаграме На своих знакомых И блогеров Которые женятся И грустила Ну то есть стоп Мужчина Из-за того Что женщина Смотрит На каких-то Блогеров Ебаных И грустит Должен Бросать Все И короче Играть свадьбу С учетом Что брак Возможно Годы через два Три Развалится А вот эта женщина С которой он Год полгода Знаком Может оказаться Ебаной Блять Шлюхой Сукой Блядью Которая его Уничтожит Нахуй Ну например Эмоционально Нестабильный Глупой Жестокой Агрессивной Или все-таки Обидевшийся На него Будучи при этом Нормальный Но обидевшийся На него Испортит ему Жизнь При этом Да Охуенно За полгода В общем-то Вот так вот